Праздничное шествие возглавили глава города-курорта Юрий Поляков и председатель муниципального совета Леонид Кочетов. В первой колонне председатель совета ветеранов Анатолий Гапонов, депутаты, почетные граждане, лучшие работники территориального общественного самоуправления. У председателя ТОС поселка Суворов-Черкесский Артема Зайцева настроение весеннее, навеянное уже практически летней погодой. На первомайские демонстрации он начал ходить еще во времена Советского Союза. Дух сохранился, был период, конечно, немножко начало утихать, такое настроение, да, но сегодня мы видим опять подъем патриотизма у людей, объединение народа. Многие пришли с детьми, те, кто постарше, шли в колоннах школы общеобразовательных, спортивных, художественных. На театральной площади весь спектр спортивных увлечений юных анапчан, начиная от борьбы, заканчивая художественной гимнастикой. В учреждениях культуры занимаются музыкальные и хореографические коллективы, в том числе известные не только в России, но и за рубежом. К этому можно прибавить общественные интересы, добровольческую деятельность, политику, патриотическое направление. Прошлой осенью десятиклассник Владислав Херохин вступил в юнармию, пригласили друзья. Теперь он участвует в спортивных соревнованиях, различных мероприятиях. Настроение отличное, погода хорошая, меня все устраивает и, не знаю, хочется радоваться, плясать и петь. В шествии приняли участие представители городских служб, предприятий. Одно из самых массовых шествий работников санаторно-курортного комплекса. Среди них Анатолий Авилов, музыкальный работник с более чем полувековым стажем. Он окончил музыкальное училище в Донецке. С тех пор работает в санатории, собирая вокруг себя отдыхающих, которые любят петь песни. Караоке, конечно, хорошо, но для молодежи, которая рано или поздно взрослеет, баян – это классика. Люди в зрелом возрасте считают, что баян – это вообще не умирающий инструмент. Живая музыка, живой голос, ну, все естественно. Духовой оркестр на летней эстраде – один из непременных атрибутов курорта. Его приходили послушать участники шествия, а также гости. В качестве направления на майские праздники многие выбирают Анапу. Александр Ребека, Михаил Григорьев и Руслан Душевский. Анапа. Регион.